Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии я проделал довольно-таки сложный путь, путь в Нельсон. То есть я чесал от... где-то, 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 от... от поста Рейнджера. Дорога была не очень интересная, но тем не менее. Я попал в Нельсон, получил задание от легионеров. И вылетела игра. К сожалению, я не смог восстановить запись, поэтому постараюсь вкратце объяснить, что случилось. Я обыграл казино, очень сильно обыграл. У меня было около 40 тысяч. То есть меня теперь не пускают в два казино. Это... первое, это Гамора, а второе, это казино Бенни, только я не помню, как оно называется. Проще говоря, я поднял очень-очень серьезную сумму. Ну... прокачал винтовочку, прокачал... вот поменял, кстати, винтовку ковбоя на карабин с ледопыта. Очень неплохая штучка. Оставил себе 10-мм пистолет-пулемет. У Марию, разумеется. Немножко еще посидел в казино Белые Перчатки. То есть ультралюкс. Там довольно интересная история. Хотелось бы ее показать. Ну, посмотрим. Может быть, я захожусь. Я принял решение все-таки вступить в Легион. Я получил задание от легионеров в Нельсоне. Легион имя мне. Убейте всех офицеров НКР в этом лагере. Поэтому давайте этим займемся. Кстати, как вы видите, у меня броня Марк 2. Интересная такая довольно штука. Я на нее очень сильно потратился. Сейчас покажу. Вот, как видите, 20. Средняя броня очень даже хороша. Как обыгрывать казино? Рассказываю вам очень интересный алгоритм. Вы поднимаете в казино первые свои 4 тысячи. И идете... Идете в клинику Нью-Вегаса. Вот она. Медицинская клиника Нью-Вегаса. Ставите себе имплант на удачу. Как вы видите, удача 8 у меня. Поначально у меня было 7. Но тем не менее. И покупаете у Мика и Ральфа откровенную пижаму. Как видите, она добавляет еще единицу к удаче. Итого 9. Берете максимальную ставку 200 и выигрываете каждый раз. Очень редко. Там можно проиграть. Поэтому... Ребятушки, как-то так я и поднял свой капитал. Сейчас поначалу они будут ко мне мирно относиться, но... НКР там что-то говорила только про... Про сотрудничество с Эйсменом. Или Ейсмен, как-то так. Хорошо. Солдатов тут не особо много, я вам скажу. Тем не менее. Так, шины. Прекрасно. Отсылка к нашему времени. Кто же знал, что так получится, да? Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, пришел. Не, ну блин, солдат тут много, очень. Ты офицер? Ты доктор Ричардс. А у меня там динамита, по-моему, нету, да? Нет. Печалька. Тогда че? Нужно занять какую-то высоту более-менее нормальную. Хорошее место. Вижу. И начнем отстреливать. Что делать? Просто... Те задания, которые мне дала НКР, они просто неподъемные. Не, чтобы просто помочь республике, да? А тут... Надеюсь, они не обратят внимание на смерть одного из своих патрульов. Ох, это великолеп... Еееее. Ёба-юба. Что ты думаешь, что ты делаешь? Стой. Никуда не уходи. Средняя броня, 15. Жетончики. 300. Ох ты шо, 150. Снайперская винтовка. Шлем Рейнджера. Все бил. Ох, товарищ, какой ты мне подгонщик-то сделал. Так, мой шлемик я меняю срочно на этот. А че, нет? Я думал, у него есть этот визор. Оказывается, нет. Ну ладно, че, что-то. Возвращаем на место. Но моя броня покручена, но я это еще отремонтирую. Так, а винтовочка? Винтовочка снайперская. Урон 30. У меня урон 42, поэтому... Давайте приступим. Увеличение плохое. Давайте посмотрим, че у меня там на... На охотничьей винтовке. Где он? Бегуч. Так. А с чего ты так стрелял, красавчик? Ну этот-то понятно. Этот с дробовика садил. Мой боевой нож. Ладно, будет трофейная. Жетончики. Шлем бойца. Оставь себя. Ну, охотничий дробовик возьму. Ух ты. Не требует умения носить силовую броню. Ну, минус два ловкости. Да такое себе, я тебе скажу. Жетон МГР я, пожалуй, возьму. У суперкувалду. Только так. Великолепно. И оружие, я вам так скажу. Дробовик караванщика, вставь себе. Это говно. О! Вижу товарища. Моё, моё. Воу. Сейчас. Готов. Ах ты, тварь. Так. Хорошо. С этим подразобрались. Ещё осталось три офицера. И как минимум ещё три или четыре солдата. Так. Сейчас посмотрим снайперскую винтовку. Там прицел должен быть получше, чем у меня. Ой, блядь, всё очень плохо. Нифига, наверное, даже не попадаю. Нет. Слишком, слишком далеко. Так, ну высоту терять не хочется. Честно скажу. Где-то с этой скалы если аккуратно спрыгнуть должно получиться. Ай, хорошо. Просто не хочется высоту терять. Хорошо ушёл, товарищ. Капец, ты везучий. А как так? Ну. Сваться. Один выстрел. Ну не знаю, майор. Просто ты... Просто ты мне мешал. Давайте на вышку сходим. Там кто-то стреляет, мать их. Ой. Рядовой стоун. До свидания, рядовой стоун. Так, почти левел лапнул. Хорошо. Заберём сейчас ещё винтовочку, патрончики. Чё там ещё есть? У снайперов вообще всего много. А, броню твою хорошую заберём. О, ещё 150 патронов. Да, ты что? Вообще лапа. И шлем твой рейнджеровский тоже. Не перегружен. Да, расслабься. Сейчас всё починим просто. И норм. В ужасном состоянии у них броня. Так, вот это дороже стоит, поэтому. И чиню. Так. Всё, могу ходить. Могу. А ты откуда здесь? Собственно. Воу. Как-то там полегче, что ли? Ой. Там есть товарищи. Наверное. Наверное, есть. И тут где-то есть товарищ в палатке. Да. Да. О, ты даже не сдох. А ты крутой. Да. Был. Да, патроны, пистолет. Баранья, бутылки. Бутылочные крышечки. О, ответ это получше. Боеприпасы ничего. Ящики с боеприпасами тоже ничего. И неполна мать. И сейф даже пустой. Что же вы за козлы-то такие? Где вы все припасы-то ныкали? Ты чё, дурак, что ли? Монро. Окей. А кто стрелял-то? Ну, стоуна я ещё положил, допустим, да? Правда, я с ним штон не взял. И вот тоже. Вот, доктор. Доктора я, по-моему, в идее я тоже доктора убивал. Это фиг знает. Есть ещё один офицер. Вот здесь вот. И вот там должен быть ещё один О. Я тут не пролажу, да чёрт. Фаллау, почему? Нифига, ты крепкий. Как ему чисто ногу-то оторвало. Вот это хорошее броня у человека. Боец Торс повреждений. Хорошо. Так, починить. Уже 20. Хорошо. Уже, кстати, моя броня. А если дофула, то ещё лучше будет. Так, вот это починить. Вот этой. Потом. Потом вот так вот. А, да, подожди, подожди, подожди. Ещё не всё. Ты там не стреляй пока. Так, сначала... Ого, много у меня всего. Так, ну давай отремонтируем 9-мм, потом боевой нож. Надо кого-то прирезать. Будет... Короче, ремонт. Теперь ремонт. Урон 37. Так, как-то пока не очень. Ты чё, в рукопашку, дебил, на меня пойдёшь, что ли? Ты идиот. Ну всё, Ванс, давай, отпускай. Благородный бандит. О, наконец-то я всех прирезал. А как-то там человечек, тот, который Монро, на меня не очень обозлился. Нормально, значит, всё. Схожу-ка я, пожалуй, сейчас в лагерь Маккаран, там, поделаю задание, чтобы уже вообще сволочью не быть. Так, красноречие вкину до 80-ти. И оружие вкину до 80-ти. Чё бы ещё тут вкинуть. Науку как-то не особо. Скрытность тоже как-то не особо. Даже не знаю. Давайте в медицину ещё вкинем. Три. И так и быть уже вкинем в бартер. Ну, вроде нормально. Кстати, ремонт сроковника. Поднять бы, честному, для. Сколько я тут вложил-то? Это всего 5, да? Блин, красноречие 77, ну, думаю, пока потерпит. Хотя, не, нифига, 10 очков всё равно не пытает. Оставляем всё, так как собирался. И медицину. Вот так. А где-то тут был ещё такой, чтобы сразу уровень получить. Перк, я не помню, правда. Вдруг ночи. Ваши глаза быстро. Так, ну, это такое. Жен-убийца тоже. Вот спешл бы ещё поднять силу. Там, ну, не знаю. Прилежный ученик. Так. Побуждённый холостяк. Хорошая памятник. Истрляйка. Не бал. Не хочу. Образованный. Интересная способность. Сейчас не до неё. Такое. Два ствола. Там тоже дуэлист. Водоискатель. Кровавая баня. Не то. Стойкость. Тоже не то. Быстрая реакция. Обпериалист. Так, вы получаете пять очков. Порог урона. Есть и противник атакует холодным оружием. Так. Херня. Меткость. Бац. Из стрельбе из винтовок. Значительно увеличивается команда. Интересная способность. Страшный человек. В ряде случаев возможность разговорить, запугать толпу. Интересно. Халявщик. Анархист. Держись подальше. Здесь и сейчас. Вот. Вот это, по-моему. Да. Возможность получить сразу же уровень. Так. Давайте-ка еще посмотрим. Судача. Бдительность. Снайпер. Вот это можно будет взять, в принципе. Фонтан жизни. Дает вам дополнительно 30 очков здоровья. Так. Кое-се. Ремонт 45. На это нужно. Входник. Размах. Ну, тут интересные такие дальше способности идут. Но это все такое. На науку. Так, здесь и сейчас. Давайте. Так. Трубовик. Корабочек. Че, мне там тяжело идти. Так, вот и все нормально. Боец НКР. Емой. А. Это я просто в стелс. Ну, давайте. Боевую нож. Броня. Бойца НКР. Жетон. Все. Ну, с тебя мы заберем. Боже мой. Че. Зачем им, правда, два жетона? Я никак не понимаю. Ну, тем не менее. О, переговорил на пять. Ну, че, нормально. Ребятушки, я одеваю броню рейнджера. Теперь вы одеты как гражданин НКР. Ну, блин, я ж забыл. Ну, ладно. Пока. А, кстати, боевая броня НКР. А, гражданин НКР. Я понял. Хорошо. Не подходит. Ну, значит, после легиона. Ведь все рассмотрим. Куда эту броню я выбрасываю. Вот этот шлем рейнджера починил. Ну, плохой такой, в принципе. Все. Можно двигаться обратно к легионерам. А че ж товарищ-то как бы не сагрился? Ну, вот это интересно. Я вроде как перебил всех. Попить можно? Ого. Чистая вода. Даже стимпак жрать не надо. Так, давайте-ка похилимся. В таком случае. Так, и че-то я начал бояться вдруг, что у меня микрофон не пишет. Мне вроде все нормально. Да ладно тебе. Задать пару вопросов. Адамбер, расскажи. Это я знаю. Ну так, на всякий случай. Что случилось с Болгой Среди? Бывает. Где найти Маккаран? Угу. Угу. Ты можешь рассказать мне о Великих ханах? Это монет. Я понял. Я понял. Чё произведено? Ну я понял. Хорошо. Во время чем-нибудь еще. До свидания. Ты странный человек. Честно тебе скажу. Так. И тут еще один у нас офицер обитает. Из чего бы его застрелить? Так, свинтовки заигули. Штаб. А у вас тут раз-два-три. Эй, ты не одна из трюперов. Мне жаль. Тебя мне нужно убить, Верн. Имя мне Легион. Прощай. Мне очень жаль. На самом деле жаль, потому что не хотел я это поделать. Но, что поделаешь. Теперь давайте кинем это все в ремонт. Да, пожалуй, действительно в ремонт. До пятидесяти. Да. И что тут еще у нас не в ровень. Слом давайте до пятидесяти пяти. Готово. Так, патроны пятьдесят шесть не особо нужны. Тем не менее, сойдет. Так, давайте-ка еще оружие починим. Я что-то забыл совсем. У меня там куча снайперских винтовок. Просто куча. Ой, поломана совсем. Да я, наверное, в винтовку чуваку попал. Так, урон сорок один и сорок семь. Ну, походничья винтовка кручена. Так, боевой нож, ставьте. Ну, и нормально. Что ты мне скажешь? Дешевая винтовка. Нож уже мне не нужен. Ой, простите. Сейчас тебе кто... О! Прошу прощения. Так, шлим с очками. Всякое говно. Говно, товарищи, говно. Потому что ничего, сто еще у бойцов НКР нет. Так как и у легионеров, в принципе, редко что-то попадается. Ну, солдаты есть солдаты. Солдаты есть солдаты. Так, а что это такое? Рацелин. Что, они не поднимаются? Печальник. Ладно. Уходим отсюда. В таком случае. Не знаю, чувак, кто их пострелял, но, блядь. Бывает. Что? Легион. Это он. Ой, подождите. Смотрите, медпункт. Давайте зайдем, может я что найду там? Клиника целая. А, не с пациентом, следую поговорить с доктором. А, доктор Мёрд? Да, чё? Доктор Мёрд? Ребятушки. А чё будет, если их избавить от страданий? Мне корма упадет. По идее, тот же наш подняться. Бля, пиздец. Ну. Деревная слава, НКР. Ну. А чё поделает ж, ребят? Да, в принципе, с вас мизер опыта падает, поэтому давайте я загружусь. Не буду я их убивать, пускай себе болеют. Так. Всё, возвращаемся, пожалуй, в Нельсон. Там сдаём этот квест и двигаемся к Цезарю. Я не буду фанатичным поклонником этого товарища. Цезаря, я имею в виду. Просто сделаю своё дело и, пожалуй, двинусь по своим делам. Так, Нельсон. Хотелось бы вам ещё показать квест с белой перчаткой. Там было довольно интересное расследование. Там меня подставили, потом информатора замочили. Всё ради того, что в белой перчатке живут ганнибалы. Каннибалы, прошу прощения. Это ужасно. На самом деле, до чего люди опускаются. Но бывают и просто больные. Вот их коммердейнер, Мортимер. Он тому не исключение. Так. Мне удалось уничтожить врагов в лагере. Меч? Серьёзно? Я с честью буду носить твой меч. Ты заслужил свой клинок. Храни его. Я понял. Ну, хорошо. Он мне мачете дал, что ли? Какое-то своё. Асбдьебанзэ. Ладно. Тысячу спасибо. Это вместо денег сойдёт. Так, теперь, пожалуй, в лагерь Маккаран. Потому что... Или Маккаран. Или как он там называется, да? Лагерь Маккаран. Полоску. Вот давайте. Вот сюда он. Дойдём сейчас до лагеря. Или так же сделаем там пару заданницей. Чё уж. Думаю, не сложно будет. Ну, немножко репу свою подниму. Потому что быть прям уж бандитом. Так, лагерь Маккаран. Да, поставить маркер. Вот. Быть совсем уж бандитом для МКР не хочется, но тем не менее... О, давайте-ка я одену. Граброню Рейнджер. Так, то он не на меня точно агриться не будет. Не, ну, ребята, это великолепно. Мне нравится эта броня. Реально нравится. Ну-ка. Ещё шлем Рейнджера. Как гражданин МКР. Ещё круто, я вам скажу. Нормально, выиграл. Вот пойду, пожалуй, так к ним. Типичный снайпер. Правда, у них снайперки похуже, чем моя. Но, тем не менее. А хоть и чья винтовка, она крута. Вот видите, когда на ней не было снайперского прицела, то она была не очень. А сейчас она решила. Где-то тут. Или я не прав, что ли? Да хер, понимаешь? Не знаю. Ладно, пойдёмте по своим делам дальше, потому что что-то непонятно. И я, скорее всего, опять наушники одел не той стороной, поэтому не различаю, с какой стороны. Да неважно. Сейчас поправлять не буду, потому что это будет огромная боль для ваших ушей. Не знаю, кто там стрелял, но не знаю, кто там стрелял. Ммм, на ствола. Кистичку порога. Нормально. Если это можно купить, то это можно купить. Мик и Ральф. Мик и Ральф. Что за ебдовая маньяка? Сюда. Вот у Мика и Ральфа вы покупаете вот эту вот леопардовую пижамку. Откровенная пижама называется. Вот так вот. Вот, да, шикарно это все выглядит, на самом деле. Ребята, ну это плюс один, ку-бы, ку-дачи. Я еще где-то помню, была броня, вот отдельно. Эй, you're the one who's been going around helping people around. 14-пятый сейчас пришел. Надо будет зайти к королю. Еще-то он неплох парень, похоже. Да, этот, короче, видите, потянул к нам руку с пистолетом, я ее отстрелил. Бывает. Так, лагерь Маккаран. Так, что-то тут много этих головорезов из Фрейсайда. Блин, куда идут? Что-то я долго тут шатаюсь. Хотя нет, вроде правильно. Просто, насколько я помню, насколько я помню, в лагере Маккаран можно взять контракты на убийство. Не подумайте, на убийство чертей. Черти это такая враждебная дикая группировка, которая живет в пустошах, которая нападает абсолютно на всех, но при этом хорошо оснащена лазерным оружием. Очень опасные. Блин, это же можно было как от оружейников сходить. Ну, дай черт с ним. Я просто помню, где-то на дороге стоял ларек. Ну, это еще с моего прохождения личного. Много лет назад. Стоял ларек, где можно было купить вот эту броню. Или нету, или какую-то получше. По-моему, тоже рейнджеров. Блин, что я тут не пройду, что ли? Не, все нормально. Тоже рейнджеров, короче. Только там, по-моему, не было штрафов. Насчет... Ой. Ну, насчет нации. У нее не было привязки к какой-то группировке. Возможно, я ошибаюсь, но... Скорее всего, он так и был. Извозчиков НКР. Не, броня крутая. Это тот плащ, который тянется там за мной. Потом шлем такой неплохой. И я еще помню, что там был визор. То есть, прибор ночного видения на шлеме. Вот это я очень хорошо запомнил. Потому что ночью было очень удобно при помощи него отстреливать чебурашек всяких. Но это уже где-то ближе к финалу. Наверное, найду эту броню, конечно, еще. Но пока... Пока у меня есть... Действительно хорошая силовая броня. Марк 2. Это что? А, это караван. Так. Вот лагерь Маккаран. Наконец-то. Наконец-то я его нашел. И теперь можно будет заняться... На самом деле, немножко делами для НКР. То есть, а как там... Меня в Легионе-то любят или не очень? Нейтральный код. Че ты на меня смотришь? Не важно. Не мой, походу, был. Ну, блин, то, что я на этих рейнджерах поднял бы... Четыре сотни подронов. Даже, наверное, больше. Это очень даже хорошо. Ух ты, боец какой крутой. Где-то здесь, насколько я помню, был товарищ. Ты. Ты прав, вы не встречались. До свидания. По-моему, это не ты. Ну, блин, у тебя... Выходно ли только я тебе скажу? Сушанно. Какое необычное у тебя имя. Красноречие. Там мне плевать, в принципе. Поверьте о другом. До свидания. А, не, подожди, подожди. Че там про работу? Где тут можно найти работу? Ты, Мерк? Ну, я думаю, ты хочешь поговорить с моим... ...потожди. О, моим родственникам. Мейджор Датри. Хорошо. Давно ты у Снайдера? Ну, я думаю. Я бы... Хо-рошо. До свидания. А, не, подожди. Твой собственный... Твой командир, это твой собственный отец. Великолепно, ладно, все. Закончили. Эээ... Да, три, да. Петси, прикольные очки. Петси. Подожди, подожди. Не спеши. Нет, 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 да, нет, нет. Винтовка, ты что? Куда она делась? Вот говно. Ну-ка, давайте, может, она в матрасе где-то залипла? Да, вот она че. Она залипла в матрасе. Ладно. Баги, баги бывают. Вот именно для таких вот приколов не нужна консоль, на самом деле. Так, оружие. Снайп. Перская винтовка, починить. Ну че. И лучше стало. 41 по прежнему. Ну ладно. Где у вас статри? Где мне искать вашего команды? Боец... Боец... Стимпаки... Ладно. Где датры? В фоном мафии. Где этот товарищ, который задание это раздает? Ох, ладно. Я не помню, он, по-моему, был где-то здесь, но тем не менее. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вам был Марс. До новых видео. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok